Ближе к жителям. Для Игоря Школьного этот отчет уже не первый. Он в четвертый раз избирается по округу номер 9 в городском поселении Щелково. Его адреса это два дома, 4-й и 6-й по Заречной улице, 7 домов по Пролетарскому проспекту, с 9-го по 14-й дом, 5-я по 1-му советскому переулку. Депутат сам здесь живет. У него в телефонной книжке около 1800 номеров его избирателей. Это звонок, это я во дворе, это я увидел своими глазами, что нужно для жителей. Я понял, от кого это зависит. От администрации, от управляющей компании, от обслуживающей компании. Принимаем меры, устанавливаем сроки, ликвидируем. Это все живое. Вот так я работаю. Отчет перед жителями для местного депутата – разговор предметный. В актовом зале центра «Романтик» собрались помимо заинтересованных жителей еще и все председатели советов собственников жилья. Они избраны во всех домах в округе. Это очень важная составляющая успешной работы народного избранника. Так, в 2015 году депутат согласовал с руководством района свои предложения по комплексному благоустройству всех дворов на территории своего избирательного округа. На 2016 год запланированы такие работы во дворе по адресу Пролетарский дом 11, а вот по дому 14 планируется их начать в 2017 году. На советском переулке возле дома 5А надо еще многое доделать, хотя работы уже начались. Это первый советский 5А переулок. Тамара Николаевна, наш дом, да? Да. Вот что планируется на вот этом кусочке. Напротив самого дома с первых подъездов там мы уже сделали, да? Сейчас, секунду. Сделали детскую площадку в прошлом году. А единственное, что ее нужно доделать, резиновое покрытие, ну и доработать там нюансы, которые люди хотят. Правильно? В феврале-марте депутаты от партии «Единая Россия» планируют отчитаться во всех городских и сельских поселениях района. Для того, чтобы отвечать на вопросы жителей как можно более оперативно, присутствовать на отчетных собраниях будут старшие товарищи по партии и по депутатскому корпусу. От районного до областного звена. Местный уровень решает те обыденные вопросы, с которыми жители сталкиваются ежедневно. Это улицы, это дворы, это фонари, это подъезды и прочие-прочие вопросы. Им это ближе. Почему? Потому что они сталкиваются с этим каждый день. И вот местные депутаты, депутаты Совета депутатов поселений особенно, они каждый день встречаются с жителями и решают эти вопросы. Это очень хорошая площадка встречи с жителями, для того, чтобы обсудить с ними насущные вопросы, проблемы, для того, чтобы сказать о том, что мы сделали, чего мы достигли и что нам еще нужно делать. Нужно постоянно находиться в открытом диалоге с жителями. Депутатские отчеты дают возможность еще раз договориться о координации усилий. Так и на этом собрании Игорь Школьный получил согласие представителей управляющих компаний еженедельно встречаться со старшими домов на специальных планерках, где будут уточняться текущие проблемные вопросы. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».